В больницах на Ямале уже почти 100 человек с подозрением на сибирскую язву. Из них больше половины это дети. Такую информацию Лайф получил от медиков Ямала-Ненецкого автономного округа. Отмечу, что диагноз подтвержден к этой минуте только у 8 человек. Остальные пока просто под наблюдением. Местные жители это понимают и не паникуют. Мы все очень переживаем и сначала были очень напуганы. Но сейчас понимаем, что сибирская язва не передается от человека к человеку. То есть заболеть могут преимущественно те, кто либо ел мясо, либо трогал эти оленьи шкуры. То есть для Салихарда опасности нет, насколько я могу оценить ситуацию. Оповещен, значит вооружен. Жителям Ямала рассказывают о том, как не заразиться сибирской язвой. Информацию распространяют в соцсетях Центра медицинской профилактики. В буклетах пишут о симптомах, путях передачи и лечения этого заболевания. Помимо прочего, есть и специальная памятка для оленеводов. Потому что у них шансов заразиться намного больше, чем у рядовых граждан. От вспышки сибирской язвы, конечно, больше всего пострадали именно оленеводы. Все их имущество сожжено. Часть поголовья погибла. На восстановление быта эвакуированных из зон заражения из бюджета уже выделили порядка 90 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в первую очередь на обустройство новых чумов для сотен семей. Но пока все они находятся в Ярсале и проходят амбулаторное лечение антибиотиками. По крайней мере, те, у кого подозрения на сибирскую язву не подтвердились. Потом здоровым тундровикам сделают прививки. Сегодня днем на Ямале ожидают министра здравоохранения Веронику Скворцову. Ранее по ее поручению на полуостров прибыл главный инфекционист России Ирина Шостакова. Контролировать оказание медпомощи детям отправились также специалисты НИИ детских инфекций. Врачи сейчас проводят специфическое вакцинирование, чтобы предотвратить распространение заболевания. У госпитализированных с подозрением на сибирскую язву проводят экстренную профилактику антибиотиками и иммуномодуляторами. Сейчас администрация автономного округа находится в центре Ямальского района, в городе Ерсале. Там проходит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Председатель стоит на ней губернатор Ямал-Ненецкого округа. Губернатор сейчас находится в Ерсале. Он вылетел сегодня с утра туда. Проводит заседание оперативного штаба и работу непосредственно на территории Ямальского района будет рассматривать. Встречаться, смотреть пункты временного размещения. В Ямало-Ненецком автономном округе 4 группы военных специалистов Центрального военного округа приступили к обработке района, где был введен карантин после вспышки сибирской язвы. Всего на Ямал прибыли больше 200 служащих химвойск, 30 единиц военной техники и 4 вертолета Ми-8. Официальный представитель ЦВО рассказал, что павших животных будут сжигать, а затем дезинфицировать почву. В районе заражения уже завезено 35 тонн хлорки. Ее доставили на 9 грузовиках. Еще 15 тонн привезут позже. Чтобы никто случайно не забрел в район дезинфекции, очаг огородят и поставят аж 3000 опознавательных знаков. А вертолеты продолжат разведку с воздуха. На месте развернули полевую лабораторию, чтобы контролировать весь этот процесс. Военные берут пробы почвы и проверяют, сохранились ли бактерии. Уничтожили уже 50 оленей. Местные службы МЧС готовы выдвинуться на место при необходимости. Об этом нам рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ямал-Ненецкому округу. Сейчас спасатели ждут отмашки из Москвы. Ранее на Ямал прибыли несколько десятков спасателей Центра спасательных операций. Особого риска лидер со спецтехникой. В числе прочего они привезли с собой комплекс для санитарной обработки. Вместе с ними сюда же приехала и опергруппа МЧС. Напомню, на Ямале уже неделю борются с сибирской язвой. За это время погибли больше 2000 оленей. Есть и две жертвы среди людей. 12-летний мальчик и его бабушка. 25 июля губернатор Дмитрий Кобылкин ввел карантин в Ямальском районе. Рядом с оленеводами со 2 июля находится врач-терапевт, который следил за их состоянием. На начало недели все тундровики были чисты. Здоровью, как утверждали специалисты, ничего не угрожало. А потом у 8 человек были выявлены споры сибирской язвы. Сегодня больше 200 жителей тундры из зоны карантина получают профилактическое лечение. Ну а СМИ считают, что 16 оленеводов отказались покидать эпицентр заражения сибирской язвы. Мужчины объяснили это тем, что сейчас идет летний выпас и оставить стадо без присмотра просто нельзя. Это примерно 4 тысячи голов скота. Все оставшиеся вакцинированные, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ну и конечно, что называется, всем миром пытаются помочь россияне жителям Ямала, которых вывезли из зоны карантина. Людям буквально нечего надеть. В территории заражения врачи запретили брать хотя бы какие-то вещи. В соцсетях идет сбор одежды и самого необходимого для пострадавших. Все имущество этих людей уничтожено, чтобы не допустить распространения инфекции. Резервный фонд района опустел буквально за несколько дней. Теперь в Ямало-Ненецком автономном округе организованы пункты сбора помощи. Нуждаются люди практически во всем. Начиная от носков и заканчивая элементарными вещами, которые могут понадобиться в домах. По просьбе губернатора округа, все крупные компании региона присоединились к этой благотворительной акции. Выделены техника, вертолеты, специалисты, ну и конечно, деньги на покупку вещей. Но и этого пока недостаточно. Помощь еще нужна. Вообще, Ямал живет, как известно, оленеводством. Пастбище занимают практически половину всей территории этого округа. Ну что там, работа большинства жителей Ямало-Ненецкого округа связана именно с этой отраслью. По голове оленей там просто огромное. Стадо по величине первое в России, оно насчитывает больше 600 тысяч голов. Поэтому риск заразиться сибирской язвой от оленя здесь гораздо выше, чем в любом другом регионе. Если заболевшее животное никто вовремя не заметил, оно погибает. И тушу его вовремя, естественно, никто не убирает, потому что не знают об этом. И последствия становятся просто катастрофическими. Погибшие олени инфицируют всю округу. Тут уже нужна специальная обработка. В очаге заражения на Ямале на прошлой неделе от сибирской язвы погибли почти 2,5 тысячи этих животных. Ну и только сейчас власти округа приняли решение привить 41 тысячу оленей. Это хоть как-то должно замедлить их вымирание. Вообще на Ямале занимаются и переработкой оленины. Ее коптят, делают колбасу, обрабатывают шкуры и даже изготавливают лекарства. Главное сейчас это не допустить распространение сибирской язвы на территорию центральной России. Произойти это может только если зараженное мясо будут продавать браконьеры. Причем не гнушаются они избытом туш умерших животных, которые вполне могли погибнуть именно от сибирской язвы. Официальная охота на дикого оленя в округе запрещена. Специалисты считают, причину вспышки сибирской язвы на Ямале надо искать на кладбищах. По одной из версий заболевание распространилось из-за традиционного обряда, по которому немцы хоронят людей. Тела покойников они кладут в деревянный ящик. Это даже не гроб, а именно ящик, сколоченный из необработанных досок. Его устанавливают на помосте. То есть не закапывают. В условиях вечной мерзлоты выкопать даже неглубокую яму крайне сложно. Земля как бетон. Возможно ветер разнес споры сибирской язвы и заразил олени. А затем уже бациллы попали обратно к людям, которые ели мясо этих животных. Кстати, перед смертью 12-летний мальчик рассказывал врачам. Они с бабушкой не только ели оленину, но и пили сырую кровь этого животного. Это тоже традиционный напиток ненцев. Еще одна версия. Аномальная жара. Только в последние дни температура в Ямал-Ненецком округе опустилась до привычных 5-16 градусов тепла. А было до плюс 38. Это ненормальные показатели для этого региона. Даже до лесных пожаров дело дошло. В таких условиях любая инфекция распространяется очень быстро. Как говорят местные, от жары могли растаять старые могильники с язвой. Последовательность действий, чтобы победить это опасное заболевание, отработана. Все происходит в два этапа. Сейчас мы расскажем, как убить возбудителя сибирской язвы. Опытным путем выяснили, что спора погибает, если долго находятся в огне при минимальной температуре от 140 до 150 градусов. Эту температуру легко получить, но гораздо труднее ее поддерживать. Поэтому для дезинфекции в нашем случае будут использовать костры из шин и тяжелых нефтепродуктов. Они долго горят, но и горячо. Вообще достаточно и 110 градусов, но тогда споры погибнут только после 40 минут горения. После дезинфекции огнем почву должны обеззаразить. Доказано, что при длительном воздействии хлорка убивает возбудителя сибирской язвы. Если точнее, то этот эффект дает замачивание зараженного объекта в 3-процентном растворе на 2 часа минимум. В нашем случае замачивать будут почву. Ее обработают раствором хлорки. Это, конечно, не полезно для растений. Скорее всего, и так скудно тундровая растительность погибнет. Опаздывища, которые сейчас входят в зону очага, выйдут из строя на несколько лет, пока почву промоет вода. И да, потом все 50 тонн хлорки попадут в мировой океан. Но, согласитесь, это лучше, чем глобальная эпидемия сибирской язвы. Сибирской язвой вполне можно заразиться не случайно. Она, по сути, признана бактериологическим оружием. И выращивать, скажем так, пули сибирской язвы можно прямо в лаборатории. Это не очень легко, конечно, но вполне по силу многим странам. Еще в 90-е годы считалось, что 17 государств имеют в своем арсенале это биологическое оружие. Ну а при нынешних достижениях науки и техники, как считают некоторые специалисты, даже одиночки или небольшие группы вполне смогут вырастить споры. Наиболее действенный способ распространения бациллы – распыление в воздухе. Расчет на то, что потенциальные жертвы вдохнут и заболеют самой тяжелой легочной формой сибирской язвы. Специалисты даже расчеты проводили. Оказалось, если 50 килограммов спор сибирской язвы рассеять над городом, населением в 5 миллионов, заболеют 250 тысяч человек. К счастью, в таком объеме изготовить это оружие непросто. К тому же бациллы останутся в воздухе лишь определенное время, ну а потом осядут уже на землю. И вот здесь они останутся надолго, если не сказать, что навсегда. Британцы проводили опыты во время Второй мировой. Заразили один из шотландских островов. Потом в течение нескольких лет вычищали местность формальдегидом. Вылили его аж 280 тонн. Но избавиться от всех бактерий так и не сумели. Продолжение следует...